29 августа на Семипалатинском полигоне прогремел взрыв. Про испытания и их последствия жители страны узнали гораздо позже. Кроме того, долгое время Семипалатинский полигон был засекречен. Расстояние от него до Рубцовска примерно 200 километров. С 1949 по 1963 годы там проводились наземные и воздушные ядерные испытания. Как известно, позже они стали подземными. Первый взрыв советской атомной бомбы. То есть создан паритет с Соединенными Штатами по ядерному вооружению. То есть что они только владеют ядерным оружием. Поэтому вот это такое дело. С момента первых ядерных испытаний прошло больше полувека. Сам полигон закрыт больше 30 лет. Произошло это в начале 90-х. Кстати, символично тоже 29 августа. К сожалению, при взрыве пострадали и военные, и мирные жители. Но тогда речь шла о существовании самого Советского Союза. Это была вынужденная необходимость. И всего на Семипалатинском полигоне, насколько мы память помним, 468 взрывов. Сейчас на Алтае проживает самая крупная группа семипалатинцев. Более 30 тысяч человек, признанных пострадавшими от испытаний на полигоне. Я сам слышал, чувствовал вот эти взрывы, толчки вот эти. При мне уже велись подземные испытания. Ну и я пока жив и вроде как здоров. Слава Богу. А мама, возможно, пострадала от вот этих испытаний. Потому что у нее была онкология, и она умерла. При ней велись она 37-го года рождения и жила в Каменогорске. Это недалеко от Семипалатинска. Пострадавшим от радиации положены льготы и ежемесячные денежные выплаты. Это те люди, которые с 49-го по 63-й проживали в 8 районах края. Локтевском, Рубцовском, Угловском, Залесовском, Змейногорском, Краснощоковском, Куринском, Поспелихинском и Врубцовске. Сумма выплат зависит от дозы полученного облучения. Максимальная составляет почти 3050 рублей. Но для людей, которые пережили те события, важнее другое. Насчет того, что у нас был этот ядерный зонтик, мы до сих пор живы. Живо наше Отечество. Мария Костолева, Андрей Печоркин. День с толком.